В нашей стране тоже шли работы над новым фронтовым бомбардировщиком. Сначала была построена летающая платформа. Её изготовили из Су-27, заменив одноместную кабину на новую, двухместную. Этот самолёт пока не поступил на вооружение, но существует и испытывается уже больше десяти лет. За это время самолёт сменил три имени. Су-27 и Б, Су-34 и, наконец, Су-32. Последний вариант отличается от первого буквально всем, начиная с шасси и заканчивая электроникой. На основных опорах шасси самолёта установлены двухколёсные тележки. И это совсем неудивительно, ведь полная взлётная масса самолёта достигает 45 тонн. Конструкция шасси позволяет Су-32 садиться и взлетать с грунтовых полос. В боевой обстановке это свойство просто неоценимо. Американский Страйд Игл может летать только с бетонки. В отличие от F-15E, лётчики на нашем самолёте размещены не тандемом, один позади другого, а по-автомобильному, плечом к плечу. Это улучшает их взаимодействие и снижает утомляемость. Дальность полёта бомбардировщика достигает четырёх с половиной тысяч километров. Но и это не придёт. Су-32 может заправляться от летающего танкера в воздухе. Экипаж Су-32 защищён великолепно. Бронекапсула из титановой брони толщиной 17 миллиметров защищает от осколков зенитных ракет и малокалиберных снарядов зенитных пушек. Вообще кабина Су-32 скомпонована весьма необычно. Су-32 – первый в мире реактивный фронтовой бомбардировщик, в котором член экипажа может встать в кабине во весь рост и немножко размяться во время длительного многочасового полёта. В конце прошлого года на новосибирском авиазаводе имени Чкалова совершил первые рулёжки и полёт самый новейший вариант Су-32 – восьмой по счёту. По сравнению с предыдущими вариантами, на нём резко увеличены возможности электроники. Можно сказать, что самолёт крепок даже задним умом. Характерной чертой Су-32 является сильно развитая центральная хвостовая балка с радиопрозрачным обтекателем. Там можно разместить самую разную контрольно-записывающую аппаратуру. Для морской версии машины в эту балку будет установлено оборудование для обнаружения подлодок. Данные о состоянии самолёта, его систем, пути, положении целей, бортовом оружии наглядно воспроизводятся на пяти цветных дисплеях в пилотской кабине. Традиционные круглые шкалы приборов исчезли с приборной доски почти полностью. Возможности локатора с фазированной антенной решёткой производства питерского НПО «Ленинец» таковы, что земная поверхность воспроизводится на дисплее с чёткостью цветной фотографии. Все приборы и оборудование точно такие же, как и у боевого самолёта. Для поиска и уничтожения целей экипаж использует три канала. Оптический прицел, лазерно-телевизионную станцию и бортовую РЛС. На последнем варианте самолёта установлена новейшая электроника, которая многократно превосходит ту, что была на первых машинах. Самолёт Су-32 является одним из выдающихся произведений генерального конструктора АКБ «Сухого», героя России Михаила Петровича Симонова. Именно Михаилу Петровичу Симону принадлежит основная идея этого самолёта, его неповторимый внешний облик с двухместной комфортной кабиной и вся идеология повышения боевой живучести. Но что самое главное, генеральный конструктор с самого начала выбрал цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с открытой архитектуры. Госиспытания Су-32 завершатся к концу следующего года. В работе по созданию самолёта, его вооружения и электроники участвовали десятки предприятий и научных центров. На долю НИИ авиационных систем выпала важная роль отработки взаимодействия ракет и высокоточных бомб с электронными мозгами самого носителя. В этом же институте тщательно испытывается новейший радар для Су-32, главный глаз самолёта. Для этого в НИИ соорудили уникальную камеру, где и размещен стенд с бортовым радаром. Это полностью экранированное помещение называется радиобезеховая камера. Стены, пол и потолок отделаны специальными радиопоглощающими элементами, по виду очень напоминающими бамбук. Здесь испытывают радиоэлектронное оборудование, и такая специальная защита не позволяет техническим средствам иностранных разведок измерить главное – длину волны, на которой работает приёмопередатчик РЛС. Вероятнее всего, 32-й будет производиться ограниченным тиражом. Не исключено, что больший радиус действия и боевое совершенство самолёта позволит ему частично взять на себя роль бомбардировщика средней дальности Ту-22М3 «Бэкфайр». Кроме того, Су-32 будет способен работать на море в качестве противокорабельного ударного самолёта. Номенклатура вооружения новейшего «Сухого» очень велика. Она включает ракеты класса «Воздух-Земля», планирующие бомбы лазерного наведения, ракеты «Воздух-Воздух» для защиты от истребителей, противокорабельную тяжёлую ракету «Москит» и пушку калибра 30 мм для док-файтинга. Су-32 способен летать в разных режимах – высотном и с автоматическим огибанием рельефа. Причём горы и возвышенности самолёт может обходить не только по вертикали, но и по горизонтали, что повышает скрытность выхода к цели. В дальнейшем ожидается создание других вариантов Су-32 – специализированного разведчика и самолёта «РЭП» радиолокационной борьбы. Эту уникальную по своему потенциалу и внешнему драконообразному виду машину скорее всего ждёт большое будущее.